День волонтёра В Подмосковье 31 тысячи человек. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова вспоминает, как сама начинала путь волонтёра. Я, например, участвовала в так называемых отрядах Тимура и его команды. Мы тоже, в принципе, занимались помощью дедушкам, бабушкам, воду носили. А сегодня, конечно, благодаря тому, что этот год объявлен годом добровольца, мы опять с большей силой вспомнили, всё-таки, как важен этот труд. Объединить такое количество неравнодушных людей – нелёгкая задача. Выход, по словам Натальи Виртуозовой, в создании новой платформы. Мы приняли решение, что всё-таки будет создана база информационная, скорее всего, в виде сайта, такая платформа, скорее всего, в виде сайта, где мы соберём всех подмосковных волонтёров. Теперь общаться друг с другом волонтёрам станет проще. Кроме этого, для всех подмосковных активистов разработают единый стиль одежды. По словам организаторов, это будет отличительный значок и футболка. Такие нововведения послужат толчком к развитию волонтёрского движения в стране. Потому что видно внимание власти государства к этой истории. Я вам открою секрет, что в конце декабря будет Госсовет по волонтёрству с президентом. И мы надеемся, что здесь наш подмосковник тоже отметит на всякие пожарные, вот последние все мероприятия, которые мы проводили, и агент стратегических инициатив, которые отвечают за внедрение стандарта волонтёрства, отмечают Московскую область в числе лидеров. Отмечен в федеральный уровень конкурса от Московской области отобрали 7 проектов из 335 заявленных. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова